Девушки отдыхают 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 Привозили нам мебель, они даже не могли заехать в наш двор. В городской администрации рассказали, по отчетности на 18 января от снега убрали 82% дворов. И пояснили, с одной стороны, их массовые очистки с помощью техники мешали морозы, с другой, власти уже выявили 143 случая ненадлежащего содержания дворов. Управляющим компания может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В связи с трагическими событиями в Новосибирской области глава администрации Барнаула Сергей Дугин потребовал от городских служб усилить контроль за очисткой кровель от снега и наледи. Накануне при обрушении кровли ангара конного клуба в Бердске погибли 15-летняя девочка и 45-летний мужчина. Также травмы получили еще три человека. По предварительным данным, обрушение произошло из-за тяжести скопившегося на крыше снега. В связи с трагедией глава администрации Барнаула рекомендовал всем руководителям городских служб и торгово-развлекательных центров в ближайшие дни провести дополнительный осмотр здания. Продолжаем выпуск. Алтайские коммунисты намерены не прийти на отчет губернатора Александра Карлина, если им не дадут возможность задать главе региона вопросы. Об этом журналистам рассказала руководитель фракции КПРФ в Краевом законодательном собрании Мария Прусакова. Депутаты не согласны с тем, как изменился регламент мероприятия. Раньше Александр Карлин выступал в парламентском центре в рамках сессии. Затем доклад обсуждали, так как народным избранникам нужно принять или не принять отчет. В этом году доклад о работе администрации края губернатора звучит парадно в концертном зале «Сибирь». Комментировать его и задавать вопросы, что называется, на месте депутаты не смогут. А вот придет ли после этого Александр Карлин на сессию, неизвестно. Если губернатор проигнорирует заседание ВКЗС, коммунисты готовы саботировать отчет. Тем более их вопросы к докладу, переданные в письменном виде, отредактировали. В последней части как раз вопроса были убраны такие слова, как «малоэффективное» и «значительные негативные последствия». То есть даже вот этот градус, который мы заостряем и, скажем так, в вопросе ставим как серьезную проблематику, вопрос выглядит, в принципе, как ваше отношение к оптимизации, Александр Богданович, не имеющий ничего общего с теми процессами, которые происходят в Алтайском крае. Депутаты «Справедливой России» пропускать отчет не собираются, но претензий к организации мероприятия и у них немало. Одна из основных – перенос доклада Карлина с февраля на январь. Из-за сжатых сроков народные избранники вынуждены наспех изучать тезисы доклада. В черновых вариантах самого отчета отмечают депутаты немало неточностей, ведь официальных данных статистики за прошлый год еще нет. В понедельник они нам рассказывают о том, что объем производства в промышленности за прошлый год увеличится на 2%, в том числе пищевой промышленность на 6%. Смотрите, что произошло с постановлением уже вчерашнего. Здесь написано, что объемы производства в промышленности увеличились на 1,4%. Уже за один день у них на 0,6% объем сократился. И в пищевой промышленности не на 6, а на 5,3%. То есть вот к чему спешка? То есть если они сами, даже те цифры, которые, собственно говоря, там стоят, они их продолжают корректировать. Главные символы Барнаула впервые с 19 века ждут изменения. По инициативе мэрии сейчас эксперты обсуждают, стоит ли убирать из герба и флага краевой столицы коня, как знак того, что город когда-то относился к Томской губернии. Были возможны и другие, более основательные перемены. Василий Морозов выяснял, зачем это нужно властям и какой еще может быть главная эмблема краевой столицы. Дизайнер Ильдар Шале со своим агентством разработал фирменные знаки добрые сотни российских компаний, но иногда бросает вызов вопросам государственного уровня, точнее муниципального. Несколько лет назад создал герб Тюменцевскому району, сейчас в проекте знак Бобровки Первомайского района. Пока Ильдар на этапе изучения истории. Без этого герб не создашь. Каноны такие. Первыми поселецами была семья Якова Лубягина с сыновьями. Что самое интересное, Лубяга происходит от слова луб. Луб – это кора. Персонаж может что-то держать сплетеное, либо рядом может быть ствол дерева с какой-то явно выраженной корой. То есть не факт, что бобры будут на гербе Бобровки, ну, например, да? Факт. Бобры точно будут. Знаешь почему? Потому что в Геральдике есть такое понятие, как говорящий элемент, и он обязательно должен быть. Меняющийся сейчас герб Барнаула, считает Шале, обязательно должен отражать историю города. Но про эстетику забывать никак не стоит. Как и рекламист, Ильдар за то, чтобы жители хотели носить эмблему города. На одежде, вещах, сувенирах. Впрочем, Геральдический совет, размышляющий над будущим гербом Барнаула, больше пока думает о соответствии нынешнему положению дел. А именно, стремится разорвать связь с Томской губернией. Ее символизирует конь. Потому что это не соответствует современному административно-территориальному делению. И самое главное, вот конь в верхней части, вот рисунок в верхней части, он является как бы главным по отношению к то, что в нижней части счета. А это, ну, во-первых, неправильно, во-вторых, это не соответствует современным реалиям. К доменной печи ни у мэрии, ни у экспертов вопросов нет. Ведь именно в ней плавили знаменитое серебро, во многом благодаря которому Барнаул развивался и стал известен во всем российском государстве. Хотя сейчас серебро в городе, как известно, уже не плавит. Впрочем, велика вероятность того, что и конь сохранится. Глава региона выступил в защиту сельхозживотного. Лошади помогали защищать родину. А сейчас лошади – это красивый спорт и лечение. Гулливер путешествовал в страну гуингомов. Идеальный мир, населенный разумными существами в виде лошадей. Если кто-то хочет менять гербы городов, то ему надо бы вначале серьезно изменить сам город, а уже потом под эти изменения переделывать герб. Внести свои предложения по поводу того, каким должен быть герб Барнаула, может на самом деле любой. Вот и мы, редакция наших новостей, решили предложить свой альтернативный вариант герба Барнаула, основанный на нынешних реалиях, каким сейчас выглядит и видится общественность Барнаула. Каня мы бы предложили заменить на Ката Барсика, персонажа чрезвычайно популярного. Доминную печь мы предложили бы заменить на торговый центр, потому что производства, как и такового, в Барнауле уже нет. Зато торговля процветает. Однако не все торговые площади вовремя сдаются. Лестница в Нагорный парк символизирует туристический кластер. Барнаул – горнозаводской город. А это лестница на площади Сахарова. Она, конечно же, символизирует культурную концепцию. Барнаул – культурная столица Юго-Западной Сибири. Есть и другой эскиз с летним и зимним вариантом. Летний, понятно, с лавочкой, зимний – без нее. Их предлагаем только в комплекте. Шутим, конечно же. Гербам хочется в первую очередь гордиться. А интернет-мемы – это для соцсетей. В истории со знаком Барнаула, как и многими другими в крае, есть любопытный момент. Оказывается, в государственном реестре значатся лишь около 10 гербов алтайских муниципалитетов. Даже герб и флаг алтайского края геральдистами официально не признан. Поэтому у желающих широкий простор для творчества над эмблемами городов и районов. Василий Морозов, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Исторический универмак «Сухов» и «Сыновья» на Старом Базаре собираются продать за 1 рубль. Таким способом мэрия собирается решить вопрос поиска инвестора и восстановления заброшенного объекта культурного наследия. Этот и другие планы на предстоящий год сегодня были озвучены на заседании общественного совета по реализации туркластера «Барнау-Горнозаводской город». Вдохнуть новую жизнь в старый город под таким девизом в этом году будет проходить реализация туркластера. Участие примет как власть, так и частные инвесторы, вложившие в проект уже больше 2 млрд. рублей. В 2017-м должно завершиться строительство набережной Барнаулки, а у парка Центрального района появится новая ограда. Молотобольская также должна преобразиться и стать местным Арбатом. К сожалению, заканчивается федеральное финансирование туркластера и завершать набережную, благоустраивать Нагорный парк и строить лестницу придется за счет средств городского и краевого бюджетов и инвесторов. Искать их будут в том числе с помощью аукционов. Так, в январе мыре планируют выставить на торги с начальной стоимостью 1 рубль заброшенный универмаг торгового дома Сухов и Сыновья. Будущий хозяин должен будет провести реставрацию. Здание выставлено на продажу с начальной стоимостью 1 рубль, но при этом прилагается земельное участок, которое будет стоить 20 млн. рублей. К другим темам. Сегодня в Барнауле инспекторы ГИБДД и сотрудники неотложки скорой помощи проверили, как реагируют водители краевой столицы на спецсигналы и уступают ли дорогу скорой. Водители, те, которые, как говорится, учили правила дорожного движения добросовестно, те прекрасно понимают, при еде автомобиля с проблесковыми маяками прижимаются вправо и останавливаются. Не слышал, не успел среагировать. Главное оправдание водителей, которые сегодня не пропустили скорую помощь. Конечно, бывают и объективные причины заторможенной реакции, но это не оправдание, ведь для спасения больного дорога каждая секунда. Составим протокольчик по статье 12.17.2 за непредоставление преимущества проезду автомобиля со спецсигналами. Направим на комиссию, там командир вынесет свое решение. А что предполагает эта статья? Штраф в размере 500 рублей, либо лишение от месяца до трех. Эти кадры из Петропавловска-Камчатского облетели всю Россию. Водитель легкового автомобиля не пропустил машину скорой помощи и пациент скончался, не дождавшись медиков. В Барнауле, говорят, столь вопиющих случаев не было, но помехи на дороге есть. Чаще всего это плохо убранные от снега улицы и парковки, реже хамство шоферов. Малаков прям вместе с сиреной ехал, в трансмаш везли. Так он еще подрезает, еще же меня еще потом и догоняет. А для какой цели я так и не понял. А вот участники рейда не сразу поняли, почему водитель Форд Фокуса настойчиво ехал перед скорой помощью и никак не хотел принимать вправо, пока его не остановили. Что ж вы так не пропустили скорую? А в чем я ее не пропустил-то? Она ехала за вами. Я не мог понять, что он хотел от нас. Давайте документы, водительский сарочек. Водительский сарочек? Нет. Вечерну или дома забыли? Дома забыл. В страховой полюс? Нет. Причина не совсем адекватного поведения стала ясна, когда Максим сел в патрульный автомобиль и дунул в трубочку. Выяснилось, он был пьян. А прав мужчина лишился пять месяцев назад. И теперь молодому человеку грозит уголовная ответственность. Кстати, о таком же наказании размышляют и для тех, кто не пропускает скорую помощь. А пока водителей призывают к совести и соблюдению ПДД всевозможными социальными роликами, которые наглядно показывают, почему нужно уступить дорогу не от ложки. Кстати, наказание за создание помехи автомобилю со спецсигналами, штраф в 500 рублей, предусмотрено и для пешеходов. И по нашим наблюдениям, именно они лидеры нарушителей сегодняшнего рейда. Переходя дорогу на пешеходном переходе, они чувствуют, что имеют преимущество и не обращают внимания на спецсигналы. Подводя итоги, скажем, за полтора часа рейда нам удалось выявить всего трех водителей, которые не уступили дорогу скорой. И то, не по злому умыслу. Галина Юмашева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Крещенскую воду, набранную в водоемах края из купелей, пить нельзя. Об этом заявляют в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты взяли 50 проб воды и провели лабораторные исследования. В итоге выяснили, что по микробиологическим показателям она соответствует требованиям Санпина, которые предъявляют к водоемам. Однако, несмотря на освещение, вода все-таки остается речной и пить ее не рекомендуется. Особенно опасно поить ей маленьких детей. Весной в Барнауле начнется строительство медицинского центра для восстановления больных с травмами опорно-двигательной системы. Его инвестор – первый в регионе, кому землю под объект выделили без торгов. Никогда прежде застройщики не получали в крае участки без аукциона. Но с этого года такой шанс есть у частных инвесторов, которые пожелали построить на Алтае социально значимые объекты. Новой возможностью уже воспользовался один из российских миллиардеров. На выделенном ему земельном участке в Нагорной части Барнаула он возведет медцентр для больных с травмами опорно-двигательной системы. В стройку высокотехнологичного центра инвестор вложит полмиллиарда рублей. Приступить к работе учреждение должно в конце следующего года. Администрация Барнаула завершила поиск организации, которая за неделю спроектирует ремонт 13 дорог в краевой столице. Победителем конкурса, а об этом стало известно сегодня, стала компания «Алтай Коммун Проект». В том, что конкурс в игре именно эта компания, сомнений не было. Организация стала единственной, кто заявил права на заказ. Теперь подрядчик должен будет сделать проектно-сметную документацию на ремонт 13 участков дорог за 9 миллионов 800 тысяч рублей. Они расположены на улицах Георгиева, Советской армии, Трактово и других. Немаловажное условие – подрядчик должен уложиться в сжатые сроки – 5 дней с даты подписания договора. Жительница Барнаула, танцовщица Марина Яблочкина трагически погибла. Последние несколько лет девушка работала в Китае. 17 января она отметила день своего рождения, а 18 Марина не стала. Эта печальная новость стала главной в рубрике «Окультуриваемся». Здравствуйте! Нашу сегодняшнюю программу мы начнем с новости, которая для многих стала шокирующей. Трагически погибла жительница Барнаула, танцовщица, воспитанница ансамбля классического танца «Эус» Марина Яблочкина. Последние 6 лет девушка работала в Китае по контракту в составе хореографического коллектива. В мае этого года Марина хотела вернуться на родину и продолжить карьеру уже здесь. 17 января она отметила день своего рождения, а уже 18 Марина не стала. Вместе с друзьями она поехала погонять на картингах. Известно, что на большой скорости ее машина столкнулась с другой. Марина получила серьезную травму позвоночника и скончалась еще до приезда скорой помощи. Чтобы родные друзья могли попрощаться с Мариной Яблочкиной, ее нужно доставить из Китая в Барнаул. А это очень дорого. Нужна ваша помощь. Во всех ключевых социальных сетях выложены посты с фотографиями Марин и с номером карты мамы Татьяны Яблочкиной. Куда каждый может помочь семье для того, чтобы доставить тело и проститься здесь уже в Барнауле. То есть сложно сейчас об этом говорить, но есть такая ситуация непростая. Поэтому мы будем рады, если кто-то окажет помощь семье. Барнаульские артисты в память о Марине Яблочкиной проведут большой концерт. Он состоится ориентировочно в феврале. Точная дата пока неизвестна. Ну а мы продолжаем. Возможно, скоро в нашем городе появится еще один театр. Правда, не профессиональный, а любительский. Идея его создания принадлежит актрисе краевого театра драмы Ольге Любицкой. Если все пойдет по плану, первая премьера состоится весной этого года. Занятия будут проводить на территории так называемой спички. Репертуар будет зависеть от людей, которые придут. Я должна в любом случае увидеть тех, кто будет играть в спектаклях. И, соответственно, под это подбирать пьесы. Очень хочется поработать и над Шекспиром. И есть у нас в городе автор пьес очень неплохих. Занятия будут проходить три раза в неделю. В течение двух месяцев мы будем заниматься тренингами. То есть это актерское мастерство основы, это сценическая речь и сценическое движение. А вот известный московский актер Иван Стебунов с рабочим репертуаром определился. Он приехал в Барнаул, чтобы поставить комедию. За основу взял произведение Ивана Вырыпаева «Иллюзии». Приступил к репетициям на этой неделе. К нашему сожалению, эту новость молодежный театр сообщил нам стандартным пресс-релизом. Приглашения лично мы так и не получили. Надеемся, пока. На творчество Вырыпаева молодежным обращают внимание уже не первый раз. Ранее на экспериментальной сцене шел спектакль «Кислород». Как уверяют в театре, спектакль стал очень популярным среди студенческой молодежи. Напомним, что Стебунов в стенах МТА уже ставил спектакль по пьесе Шварца «Обыкновенное чудо». В одной из версий сыграл главную роль медведя. Эта постановка столичного актера вызвала весьма неоднозначную реакцию публики. На этот раз Стебунову отдали малую сцену. Премьера «Иллюзии» назначена на начало марта. Главное, чтобы у Стебунова не получилось так, как в следующей истории. Поп-король уехал, а долги остались. Речь идет о вездесущем Филиппе Киркорове и его шоу в Барнауле. Оказывается, без помощи барнаульских автомехаников это самое шоу могло и не состояться. По пути в столицу края один из автобусов, в котором находилась команда певца, сломался. На помощь пришли наши умельцы. Одна из фирм откликнулась на сигнал бедствия и отремонтировала транспорт. Правда, на этом приключения кортежа короля не закончились. Как известно, за певцом по стране ездит сразу пять фур. В них декорации и костюмы. Так вот, во время мороза все машины отказались работать и вновь на помощь пришли наши. Шоу состоялось. Но вот печаль. Транспортная фирма, которая обслуживала концерт с мастерами, не рассчиталась. Машины уехали, а барнаульцы остались без денег. Ну а сейчас мы предлагаем вам послушать забытый теплый и ламповый звук. В библиотеке имени Шишкова впервые в ее истории открыли выставку «Винила». Из 16 тысяч экземпляров специалисты подобрали пластинки по теме «Времена года». Наш фонд ведет свою историю с 60-х годов. И пополнялся он за счет специализированных магазинов, которые поставляли нам свои пластинки. Например, «Мелодия». Например, «Мелодия», да. На этих двух длинных стеллажах собрана вся история отечественной музыки. В перемешку иностранные авторы. У каждой пластинки индивидуальный номер, иначе можно запутаться. Для удобства в Шишковке установлены усилитель и проигрыватель. Колонок нет, их заменили наушники. Сейчас винил по сравнению с советским временем утратил прежние позиции. Вот как раз для возвращения пластинка «Былой славы» сотрудники библиотеки запустили выставку «Времена года». Для любителей других стилей и направлений здесь тоже есть что послушать. Ну а если вам по душе звучание органа, приходите в «Республику ИЗО». 21 января там завершит свою работу выставка народного художника России Михаила Буткеева. В честь этого события сын мастера-музыкант Сергей Буткеев даст органный концерт. В чистовой программе прозвучат произведения Баха, Генделя и других великих композиторов. Одни выставки закрываются, другие открываются. На этой неделе многие залы порадовали новыми экспозициями. В музее «Город», например, представили творчество молодой художницы Марии Абаимовой «Первоцвет». А в павильоне современного искусства «Открытое небо» персональная выставка известного архитектора, писателя и художника Сергея Баженко. Называется «Рабочий класс». Мы же с вами прощаемся. До следующей пятницы. Не забывайте окультуриваться. Пока-пока. На ярмарке верхней одежды все по 3500. Новое поступление зимних курток и пуховиков. Симпатичные пуховики для юных модниц и классические для женщин бальзаковского возраста. И не забудьте приобрести обновку для ваших мужчин. И самое главное, здесь все предлагают по 3500 рублей. Завтра в Барнауле будет небольшой снег, ночью до минус 8, днем до минус 5. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова